Здравствуйте! Мы находимся в Омском государственном историко-краеведческом музее в экспозиции «Этническая панорама Сибири». Это новая экспозиция нашего музея, открытая в феврале 2020 года, и рассказывает она как о материальной, так и о духовной культуре коренных народов и переселедцев на территории Сибири. Сегодня как раз мы поговорим о духовной культуре народов Севера и Алтая. И вот перед вами очень интересное капище, правильнее говорить, культовое место, которое принадлежало одному из племен Манси. Вот это культовое место было создано в конце 19 века и работало почти до Великой Отечественной войны. Не совсем, конечно, чуть раньше прекратило существование, свою работу в 1939 году. Это культовое место обнаружил научный сотрудник нашего музея Андрей Федорович Палашенков во время своих северных экспедиций. В то время Омская область имела совершенно другие географические границы. В 1930-е годы она не была такой сравнительно маленькой, таким маленьким регионом, а простиралась от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана, была огромным образованием. И только в 1944 году ее, так сказать, разукрупнили, выделили другие края. И вот северная часть тогда была епархией, так сказать, наших краеведов. И были очень частые экспедиции на север. И вот в 1939 году Андрей Федорович Палашенков и другие два сотрудника проводили экспедицию на севере, и близ села Саран-Пауль в двух километрах в лесу обнаружили вот это вот мансийское культовое место. Состоит оно, как вы видите, из семи идолов. Понятно, что семь – это не случайная цифра, конечно же, не случайное число. Семь – это священное число у многих народов Сибири, еще начиная, наверное, с раннего Железного века. То есть и 2000 лет назад это число было священное и позже. И вот эти вот семь идолов держат как бы вот такие вот приспособления, которые, ну, в быту называются зонтиками. Но это на самом деле не зонтики, вот как некоторые думают. Это такие священные таблички, которые изображают Луну и Солнце. Вот есть одна табличка с гладенькими краями – это Луна, а вот остальные с зубчиками – это, скорее всего, изображение Солнца. Семь идолов, братьев, семь божеств, которым это мансийское племя поклонялось. Каким образом? Во-первых, это капище было в лесу, туда чужаки не могли проникнуть, не знали. Это вот Андрей Федорович Палашенков с его пытливым умом и исследовательской деятельностью нашел, а чужаки туда проникнуть не могли. И ходили туда только мужчины старейшины рода, то есть женщины не должны были, мансийские, на этом культовом месте показываться, и приносили идолам различные дары. Какие дары? Может быть, что-то вкусное из еды, из напитков, но, скорее всего, монеты. Когда Андрей Федорович исследовал этих идолов, то в карманах нашел монетки разного времени, начиная от еще николаевских рублей, то есть имперских, до первых монет советского времени и монет 30-х годов. То есть 40 лет вот это вот капище, культовое место, правильнее говорить, работало и идолам приносили жертвы. Андрей Федорович Палашенков очень впечатлился своими находками и решил это капище перевести в наш музей. Но, естественно, племя Манси было против, категорически против. Ну, это понятно, это их святилище, святыня, это их культовое место, и, конечно, они не хотели никому его отдавать. Но надо вспомнить обстановку того времени, тридцатые годы. В то время шла борьба с религией, помните. И если бы Андрей Федорович этих идолов не спас, а он их именно спас, то нельзя сказать, сколько бы они еще прожили, продержались. Может быть, до них бы добрались, как говорится, воинствующие атеисты, потому что борьба шла со всеми конфессиями, в том числе и с традиционным язычеством, и идолов бы сожгли, может быть. Так Андрей Федорович их сохранил для потомства. И сейчас многие гости нашего музея, которые приезжают с севера, удивляются. Вот у вас же полное культовое место, даже у нас такого нет, два-три идола, тут у вас все семь, да еще со священными табличками. Ну, вот в то время, конечно, к решению Андрея Федоровича отнеслись негативно, и по легенде, его даже хотели убить, гнались за ним с оружием. Но Палашенкову и его помощникам удалось идолов вывести, и с тех пор они хранятся в стенах нашего музея уже более 70 лет. Также мы поговорим о некоторых других предметах культа. Например, тут мы переносимся с севера на юг, переносимся на Алтай. У нас хранится вот такой интересный экспонат, как плащ шамана, плащ алтайского шамана. И на первый взгляд кажется, что здесь все случайное. Непонятные какие-то веревочки, зачем-то он расшит раковинами, пуговицами, для чего какие-то куколки пришиты, для красоты, да, наверное. Нет, для красоты, естественно, что каждый элемент в плаще шамана не случайен. Например, веревочки символизируют змей, да, которые защищали шамана во время камлания от змей подземного мира. То есть вот шаман проводит ритуальный обряд, проводит камлания, и считается, что вот во время этого обряда он общается с различными духами. А духи бывают добрые и злые, и шаман путешествует по разным мирам, которые могут быть и добрые, и враждебные. Вот чтобы шаман был защищен от вреда, элементы на его одежде вот как раз и должны. Эту функцию исполнять. Вот куколки – это дочери бога Ульгения, бога верхнего мира, деви дочерей бога Ульгения. Вот они также и на поясе шамана, вот эти куколки перед вами. А колокольчики – это голоса дочерей бога Ульгения, и своим звоном они защищают шамана от недобрых духов, которые могут его навредить. Такую же функцию выполняют и бубенчики. То есть вот на самом деле тут, повторяюсь, каждый элемент несет свою смысловую нагрузку. Обязательный атрибут шамана, кроме плаща, это бубен. Вот даже можно сказать, что без плаща шаман мог проводить камлания, мог просто повязать голову платком, да, и он каким-то образом уже выделялся из среды своих соплеменников. Но вот без бубна шаман обряд провести не может ни в коем случае. И бубен с колотушкой – это обязательный атрибут шамана. На шаманском бубне были рисунки. Вообще сам бубен изготавливался из шкуры теленка, из шкуры оленя. Когда шаман умирал, то бубен разрезали. То есть шаман умер, и его предмет бубен тоже умер. Вешали над могилой шамана. А новому шаману, которого воспитал предыдущий шаман, нужен был новый бубен. И вот бубен делали по советам шамана. Из дерева, деревянный обод, обтягивали кожей. И на кожу потом наносили рисунки. Ну вот тут тоже рисунки не случайные. Изображено вот как раз жертвоприношение оленя. Оленя убивают, и душа оленя в виде птицы как раз вот уходит наверх. И шаман на этой птице летит и передает просьбы к духам и к богам о помощи. А внизу бубна изображен подземный мир. То есть бубен тоже, пространство бубна делилось на три части. На верхний мир, на средний мир и на подземный мир. Это вот такое трехчастное деление. Оно было у многих народов Сибири и Алтая наблюдается. И это зафиксировано, представление о мире на бубне как раз. Ну вот все эти идолы, шаманский костюм, это как бы для всего племени предназначалось. Для проведения обрядов для всего племени. Естественно, что в каждом доме были свои маленькие домашние идолы, которые представлены перед вами. Вот такие очень интересные деревянные куколки, которые хранились в священном месте. Их надо было кормить, намазывать губы какой-то вкусной едой. И эту функцию выполняли мужчины, проводили мужчины. Часто фигурки, такие идолы, хранились где-то на возвышении. И, опять же повторяюсь, женщины не должны были к ним прикасаться. Также рядом с куколками расположены музыкальные инструменты. К сожалению, струны утрачены, потому что это XIX век, но и не дошли они до нас в первозданной сохранности. Это вот такой инструмент, который похож на арфу и на гусли. Почему они здесь размещены? Дело в том, что при помощи вот таких инструментов воспроизводили музыку, пели различные песни о богах, о героях. И это тоже определенный элемент культуры, определенный момент религиозный. То есть связь с духами, связь с предками осуществлялась. И музыкальная культура у Манси была очень развита, достаточно развита. Здесь представлены и другие идолы. Также есть очень интересный предмет, это маска для медвежьего праздника. Когда люди убивали медведя, и перед его шкурой разыгрывали представление. А сами поедали медвежье мясо. И считалось, что вот это вот таким образом они приобщаются к силе медведя, становятся родняться с ним, становятся такими же выносливыми, как медведь. И люди думали, что шкура медведя потом опять обрастет мясом, и медведь возродится таким образом. То есть это был такой достаточно жестокий праздник, но в него был вложен глубокий смысл. И естественно, на всех мероприятиях религиозных и народы Севера, и народы Алтая исполняли танцы. Вот очень интересен танец шамана с двумя саблями. Одна сабля представлена здесь. Ну, вероятно, этот танец тоже нужен был для того, чтобы шаман как бы ритуально очистил территорию, отогнал злых духов от собравшихся. Таким образом, мы познакомились с некоторыми элементами духовной культуры народов Севера и Алтая. Все эти предметы хранятся в этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. Большое спасибо вам за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова